Добрый день! Сегодня у нас с вами очень интересное событие. Мы продолжаем обучение кадрового резерва. Кадровый резерв – это тот проект, которым очень гордится финансовый университет. Это те люди, которые являются нашим золотым запасом. Уже 7 лет мы ведем этот проект. Почти 50 человек прошли через наше обучение. И сегодняшний кадровый резерв уже отучился целый год. И сейчас мы выходим на практику. Наши резервисты подготовили 8 стратегических важных проектов для финансового университета. Станислав Евгеньевич отсмотрел их, одобрил. И вот сейчас мы начинаем. Я хотел бы начать с конфуция, который сказал, скажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню. И дай мне сделать результаты научных исследований, разработки, произведения искусства и так далее. Не буду останавливаться на примерах проектов. Самый крупный проект, реализованный – это Международная космическая станция. Это самый крупный проект, реализованный до революции – это РАНСИП. Сегодня начинается обучение кадрового резерва финансового университета по направлению организации проектной деятельности от идеи до реализации. Более детально первого цели, оно должно быть составлено на это планирование проекта. Следующего этапа. Сегодня у нас обучение, именно практическое обучение, как делать правильно проекты, чтобы они принесли пользу филиалам, нашим работникам, чтобы они принесли пользу и в нашей обычной, в повседневной жизни, в наших обычных бизнес-процессах и на стратегическом уровне для всего университета. Навык при управлении проектом – это на профессиональной квалификации. Это также как умение читать, умение писать, умение работать на компьютере. Как построить дерево целей? Как разложить проект на систему работ? Как построить сетевой график? Как построить матрицу рисков? И как самое главное – эти проекты воплотить в жизнь? Если свести все определения проектов, можно выделить следующий существенный признак проекта. В настоящее время представителями кадрового резерва финансового университета подготовлены 8 тем проектов, которые направлены на реализацию стратегии финансового университета. Все темы очень важные, нужные, полезные. Вот ссылы и каримты. С одной стороны ограничения, огромнейшее количество ограничений. С другой стороны ресурсы. Ресурсы – это человеческие, финансовые, интеллектуальные, технологические и так далее. Как сказал отец менеджмента 20 века Питер Друкер, проекты – это основной инструмент стратегии развития любой организации. Продолжение следует...